я москвич недавно всего четыре года приехал сюда из перми в командировку любился и остался навсегда познакомились мы прямо на улице я в москве первый раз провинциал ничего не знаю всего стесняюсь увидел красивую девушку говорю девушка извините меня алекс зовут а вас она говорит а меня оля я говорю а вы москвичка она говорит да я говорю оля покажите мне москву она говорит с удовольствием я говорю тогда давайте начнем с тратиковки она говорит а где это отвез ее в лаврушинский переулок поводил по залам очень ей понравилось потом она говорит ну а что же вам еще то показать я говорю ну а как что александровский сад храм васильева блаженного лужники она говорит а вы не путайте это все у нас но взял такси повозил поводил рассказал вижу девушка хорошая да и город ей в общем нравится потом она говорит давайте все таки я вам москву покажу ну взял такси поехали но не вермак конечно очень красивый чеш говорит потом гум ну цун на меня вообще большое впечатление произвел потом у нас сограничные выезды начались лейпциг варна ванда а уж когда магазин для новобрачных пахот завезли мы расписались и вот и вот я муж а это наша уникальная мебель впрочем нет она не вся уникальная вот эти вот два кресла и вот этот вот стол это это из чесского гарнитура очень нет может быть из поль а может из румынского я не знаю но вот тут вот стол и вот эти вот два кресла это это из югославского гарнитура это тот знаменитый а разом лар андре фу ларинги нет роджерс о роджерс это моя жена аллечка я тебе что всегда детка говорю шалюси надо летом опускать мебель она же выгорает ну так очень темно и душно а что ты там торчишь по моему ты собирался уходить так я бы давно ушел просто я не знаю где моя бритва своя бритва там же где всегда три яш средняя тумба нижнее отделение четвертая дверца справа ящик номер пять номер двенадцать ластников всегда же был там в жизни не было двенадцать ящиков о чем ты говоришь номер пять да ну я пошел да с богом деточка о ларпанка я дошел деточка куда ты дошел я ж тебе сказала трыльяш а это кто а это горка ну я ж думаю что ну та штуковина горка та штуковина канапе ты же продала канапе я деточка продала козетку а купила канапе а а трыльяш в углу рядом с секретером а что левее левее секретер боже мой для чего я все это покупаю алик просто обидно ты даже название это не можешь запомнить ну я не помню но какие претензии счастья но ты не сказала трыльяш я к нему иду какие могут быть претензии я не понимаю в конце концов на чем ты говоришь счастье мое аличка я ж тебе сказала трыльяш ну трыльяш трыльяш какое-то имеет значение лишь интеллигентный человек явно и что я суд понимаю я же иду я не только хожу лапанка я живу в музее я к этому так и отношусь как музею не трыльяш на рукавом я не труп я потираю всегда ты меня знаешь все равно не трыльяш рукавом ну ты просто нас не любишь я кстати вспомнил я козетку очень любил козетку ты ненавидел лапанка я ненавидел бд запомни это раз и навсегда я могу пойти нет но я пойду лапанка я на стеночки что дальше деточка дальше ты сам не справишься я тебе сейчас помогу да пожалуйста вот эту вот ножку поставь вот сюда на пол ей богу мне проще по стеночке ну аллечка ну что такое богу ставь ногу на пол какой пол где ты видишь пол я его уже не видел много лет ты слушай меня и все все будет в порядке теперь бери столик за ножки и залезай под столик теперь садись на пол вместе со столиком как а столик на меня столик на тебя да это совсем новый маршрут я никогда здесь не ходил тяни живот и ты выйдешь лапанка я дошел ну ты дошел да а если тебя все перепутала потому что твоя притва в ванной в желтом шкафчике а ну бог с ней туда мне уже никогда не дайте у меня к тебе одна просьба ты можешь когда приходишь домой туфли оставлять в прихожей я это всегда делаю а это что где ну вот я показываю лапанка там ничего нет что ты не голову молочишь я же сказала пойди возьми туфли какие то где ты видишь туфли объясни мне боже мой это что мои туфли черт знает в чем я хожу прекрасные туфли прекрасные только надо брать щеточку и чистить их я это всегда и делаю да я тебе всю жизнь чищу туфли ты даже не знаешь где щетка сколько можно сколько можно повторять что мне до смерти надоела жизнь такая я вижу просто ты меня не понимаешь ну что скандал опять скандал опять все начинается обычно с мелочей и очень медленно любовь меняет облик но с каждым днем в твоих глазах тускнеет отблеск от свадебных свечей от свадебных свечей что-то что-то выдумать нужно нам что-то сделать немедленно нужно нам надо прежними стать но хотя бы на мир если только послушаешь если только меня ты послушаешь ты моими глазами посмотришь на мир еще ты снишься мне как море храблю еще друг другу мы с тобой нужны как воздух но почему же все слабее глуши отзывы от первого люблю от первого люблю еще ты рядом если только послушаешь нелепой трещинкой намечена граница и угадать мне все труднее что творится сейчас в твоей душе в моей душе поменяемся душами но давай поменяемся душами но хотя бы на час но хотя бы на миг если только послушаешь если только меня ты послушаешь ты моими глазами посмотришь на мир ой ну давай поменяемся душами ну давай поменяемся мама и и руки вверх нет это вы руки вверх а чему вы ищете пистолет а-а-а-а-а я и поднял руки а ну выходи а ну выходи подними руки или я стреляю погоди дай согреться подними руки или я стреляю холодильник финской сил научились делать подними руки или я стреляю ну стреляй я стреляю стреляй стреляй стрельнул выстрелил ну я пошел куда 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 домой пошел иди куда я попал где тут выход что не выйти ты зачем сюда залез че-че чего зачем залез зачем ты сюда залез че-че чего зачем грабить грабь а ты я тебе не помех на провокацию берешь я клянусь ни какой провокацией я в темные дела не путаюсь ты будешь крабить или я сейчас вызываю милицию я не путаюсь в темные дела будешь крабить или я сейчас вызываю милицию это че ты опять крутишь чего ты от меня хочешь хочу... чтобы ты ограбил мою квартиру зачем из принципа в терму захотел да ты отказываешься Я в тёмные дела не путаюсь. Окончательно отказываешься? Я не путаюсь. Слушай, ты, псих ненормальный, лечиться надо, слышь? Ну, согласен я. Подними инструмент. Значит так, пепельницу беру. Помыть не надо. Приёмник. Соня. Беру. И ручку шариковую тоже беру. Чего ж ты всё на мелочь бросаешься? Восьми часы. Им цены нет. Чего это ты, псих ненормальный? Что же я с тобой связался? По-другому мог зайти. В общем, на меня благостояние не давит. И я всегда в хорошем настроении. Моя работа важная, она мне очень нравится. Я помогаю гражданам от ценностей избавиться. И мне всегда сопутствует удача и везение. Поскольку пребываю я в хорошем настроении. Люблю я вечер и ноча. На дня январский снег. И мойскую акацию. Распахнуты все двери для меня. Для мастера такой. Квалипикации. Свои секреты, фокусы во мне открою сразу я. Ведь с уголовным розыском у нас задачи разные. У всех задачи разные. Но важно, тем не менее, Чтоб каждый день встречали мы в хорошем настроении. Люблю я вечер и ноча. На дня январский снег. И майскую акацию. Распахнуты все двери для меня. Для мастера такой. Квалипикации. И если стены ваши я оставлю завтра голыми, Не унывайте, граждане, Не опускайте головы. Считайте, что вещички мне Вы сдали на хранение. И оставайтесь, милые, В хорошем настроении. Люблю я вечер и ноча. На дня январский снег. И майскую акацию. Распахнуты все двери для меня. Для мастера такой. Квалипикации. Квалипикации. Ну вот, у тебя получается, у меня нет. Слушай, она хоть кормит тебя? Подкармливает. Одевает. Одевает. Вон, костюм купила. Сруб купила у какого-то дирижова. А что, хороший костюм. Тебе нравится? Мне нравится. Нравится? Мне нравится. Ну-ка, что это ты опять хочешь? Ну-ка, надень его. Если ты сам хочешь, то конечно. Ну, надень, надень. О, как влитой. Шмокинг. А именно, для приемов. На работу чет знает в чем. А в субботу, Когда все нормальные люди отдыхают, Тоже напяливать этот шмокинг И принимать гостей. А что, гости это неплохо. А гости тебе тоже нравятся? Нравятся. Воруют только, но ничего. Гостей любишь? А вот в субботу пришел домой. Усталый. Настроение вот такое. Прилег. Включил телевизор. А кто играет? А по телевизору футболу кто играет? А кто играет? А кто играет? Киевская Динамо. Киевская Динамо. А ты прилег. Ну, ложись, ложись. Побудь в моей школе. Хорошо тебе? Во. Вот тебе хорошо. А теперь я тоже не в единую встать? Потому что нечего валяться На финском покрывале. Выключи телевизор. Весьма тут болит голова. Что ты стоишь, как пень? Ну, что ты сейчас стоишь, как пень? К нам сейчас придут гости. Кто? Птичкин, Сичкин и Чумичкин. Ты их знаешь? А ты? Я понятия не имею. Тем более, когда хорошо встретить нужно. Птичкин — это известная личность. И то поэт, и то предмахер. Сичкин — это врач-тантист. А Чумичкин — это неизвестно кто. Польный идиот, но с это умеет Рассказать мысли на расстоянии. Ну, что ты на меня устанешь, убийца? Ну, сбегай немедленно в магазин. Подожди, куда ты пошел? Стой, лучше открой шпроты. Ну, совсем еще не одет. Я ж тебе купила. Не полосайся вещами. Широкий галстук, модный галстук. Надень его чаще. Ну, кто открывает шпроты в пичаке? Сними немедленно пичак. Пойди встрет гостей. Здравствуйте. Алик, познакомься. Это Птичкин. А это мой Алик. У нас все снимают обувь. Алик, поухаживайте со мной. Снимите пальто со мной, парни. А, благодарю вас, милый Алик. Нюша, познакомься. Это Алик. Перестань жевать. Зови гостей к столу. Алик, передайте Татьяне Николаевне селедку. Ну, как вы передаете селедку, Алик? Когда передают селедку, полагается смотреть в глаза. О, товарищи, вчера в Доме кино я смотрела Солябис. А-а-а-а, Паньодис. Это просто конец света. Алик, а вы читали Хомангуэя? В келесный роман Только я не помню автор, кто это написал Вы уже уходите, завтра опять все к нам До свидания, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания Ну беги, скорей, включай такси Стой, вызывай еще такси Птичкина собыли сумочку, догони Возьми это такси, только не то такси А на том такси отвези Чумичкина в Свеблова Пошла сама ты в Свеблова Ну вот, у тебя получается У меня нет Алечка, я пришла О, жена Ну и черт с ней Слушай, а не побычешься послать ее? Куда? В Свеблова, только в Свеблова я прошу Я ее знаю сейчас куда пошлю Давай переодевайся Спасибо, друг Залезай под кровать